Приветствую вас, дорогие мои сударыни! Приветствую вас, дорогие мои голубушки! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель 2020 года для знака Скорпион. Сегодня узнаем мы от карт Таро, какие события вас ожидают, что уйдет, что придет. Для расклада я буду использовать три колоды. Колода Таро 78 дверей, колода Таро Иллюминатов и Оракул Затмения. Начнем мы с колоды 78 дверей. Спросим у нее, какие же события могут случиться в этот период. Итак. Фон месяца. События в сфере работы бизнеса. События в финансовой сфере. События в делах домашних, в семье, с недвижимостью. Дальше. Поспрашиваем колоду Таро Иллюминатов. Ее мы спросим на любовную тему, вопросы. И что уйдет и что придет в этом месяце. Итак. Что же вам нашепчет эта колода Таро Иллюминатов? Как сложатся отношения у тех, кто имеет партнера? Какие события в личной жизни ожидают свободных скопионов? Что уйдет в этом месяце? Что придет в этом месяце? И еще у нас есть колода Оракул Затмения. Оракулу мы не будем задавать никаких вопросов. Как говорится, на его усмотрение. Что хочет нам сказать Оракул Затмения? Может что-то посоветовать? Может какое-то событие предсказать? Может что-то еще? Что нам хочет сказать Оракул Затмения? Ого! Ну девочки, слушайте. Плутонианская карта выпала, лапоньки. Плутонианская. Как раз то, что вас касается. Ну не знаю, не знаю. Похоже прогноз что-то так это... О серьезном что-то хочет сказать. Ну ладно, давайте приступим по порядочку. Фон месяца. Выпала четверка жезлов. Ну фон очень благоприятный. Он говорит о том, что у вас все получится. Будет повод что-то отпраздновать. Возможно это будет на работе. Возможно в кругу, в тесном кругу семьи. Может быть с подружками вы что-то отпразднуете. Какая-то вечериночка будет. То есть, может быть даже, знаете, у кого-то будет и поездка за город. Может на дачу, может быть на лоно природы просто отдохнуть. В общем, начало очень хорошее, благоприятное. Надеюсь, что и дальше то же самое будет. Сфера работы бизнеса. Здесь у нас выпал туз мечей и императрица. Ну что девочки, богини вы мои. Что-то вы замутите. Замутите в апреле. Уж такая у вас решительность, мама дорогая. Как говорится, разрубить одним махом мечом все проблемы, порешать все задачи, добиться цели. И в общем, как говорится, расставить все точки над ей. Все-таки императрица, императрица. Это дама, знающая себе цену. Знающая, что хочет. И самое главное, она не только знает, но она и делает. Она благоустраивает свое пространство в своих интересах. Так вот, дорогие мои лапочки. Вы будете благоустраивать свое пространство, рабочее пространство. И на работе, кто по найму работает. И в бизнесе. Да. Кто ищет работу, в принципе, да, напор будет такой, что вы ее точно найдете. Вы ее точно найдете по той простой причине, что, ну, просто, знаете, противостоять вам будет очень сложно. Вы как эти на собеседование будете ходить, как на мозговой штурм. И, возможно, именно это, и плюс еще харизма императрицы, это все скажется очень благоприятно. И в результате будет положительный, положительный результат. То есть вас возьмут. Не исключено, что вам в этом месяце поможет и какая-то женщина, обладающая, может, связями, знающая свое дело очень хорошо, авторитетная. Да, вполне возможно, появится такая женщина в вашем окружении. Либо она уже есть, но вот именно в этом месяце она окажет вам содействие, протекцию. Может быть, даже под покровительство вас возьмет. Либо на работе, либо в бизнесе. Особенно, кто начинает только-только этот бизнес. Также, может быть, для кого-то какие-то спорные вопросы могут возникать. Спорные моменты, острые моменты на работе или в бизнесе. Но, но, но. Бояться не стоит, потому что, в принципе, вы с этим справитесь. Вы как бы во всеоружии. Если это какие-то конфликты, вы их разрулите. Если там кто-то что-то на вас будет, как говорится, буром пилить, или там на ваше место, как говорится, глаз положит, или на ваш бизнес, ничего страшного. Вы найдете способ, метод, как изолировать конкурента. Причем полностью конкулировать, полностью изолировать. Методы тут могут быть разные. И острое словцо, и аналитические выкладки, и юридические какие-то законодательные моменты, способы вам могут помочь. Но самое главное, вы в любом случае в этой сфере императрица. Ну, не зря же четверка. Четверка жезлов. Праздник. Еще раз праздник. То есть, ваша победа будет за вами. По поводу финансов. Вот, кстати, часто стало финансово подать колесо фортуны вот в этих раскладах. Ну, видимо, время такое. Видимо, время пришло что-то изменить по финансовой части. Ну, в принципе, это неудивительно даже с этим коронавирусом. Плюс, если говорить о России, скачок доллара, опять же, тоже сказывается. В общем, какие-то изменения идут. И эти изменения, вполне возможно, вот именно посланные сверху, я так даже скажу, они заставят вас, ну, напрячься. Заставят напрячься, но не в том плане, что там что-то бояться, опасаться. Нет. Они заставят просто вас маневрировать. Маневрировать. Кто-то начнет искать приработок, кто-то начнет искать еще одну работу. То есть, может быть, даже эта работа на дому будет, которая будет приносить вам доход. То есть, двойка пентаклей, она как раз говорит о наличии двух рабочих мест, двух источников. Двух источников. Может, даже у кого-то и больше. Может, кто-то YouTube замутит и там начнет зарабатывать. Но самое главное, что эти ваши телодвижения, они не останутся безрезультативными. Они принесут отдачу. Они принесут отдачу, потому что все-таки колесо фортуны. Не зря же карта называется фортуна. Вам будет сопутствовать успех. Главное, не сидите, как говорится, на месте. Ну, еще, конечно, возможно, также кого-то ожидает такое суетливое время по финансам. Там надо заплатить, туда надо заплатить, здесь рассчитаться, там дыру закрыть, там подзаработать, там успеть там сделочку заключить, как говорится. В другом месте клиента поймать и заполучить себе. Там, ну, разные. Все зависит от того, кто чем занимается. Да, это может касаться и домашнего бизнеса, и работы по найму, и вообще бизнеса, как такового. Поэтому суетливое, хлопотливое, скажем так, время. И, в общем-то, внимания вы будете уделять очень много финансовой стороне вопроса. Очень много. Идем дальше. Дела домашние. Здесь у нас выпала восьмерка жезлов и шестерка чаш. Ну, тут более-менее спокойненько. Что-то вы будете себе планировать, что вам сделать, это или это, что вперед, что отложить на потом. Ну, такой будет у вас, как бы, сортировка дел, скажем так. Не исключены у вас гости, прием гостей. Может быть, даже подружки к вам придут, сабантуйчик такой соберете. К себе домой пригласите. Или вас к себе пригласят. Не исключены встречи. Да, встречи с бывшими там подружками. Тоже, как говорится, или она вас к себе пригласит, или вы к себе пригласите. Ну, а вообще отношения вот внутри семьи, я бы назвала их гармоничными. Вполне гармоничными, потому что все-таки вас, знаете, будет объединять в этот период какой-то единый дух, что ли. Единое настроение. Единая какая-то цель. Или какая-то задача. То есть все члены семьи будут участвовать во всех домашних делах, как никогда участвовать. То есть будут совместные решения приниматься. Ну, я думаю, что, скорее всего, это будет очень какой-то важный вопрос. Ну, у каждого это может по-разному, поэтому я даже не буду перечислять. Но, тем не менее. Тем не менее. Возможно, вопрос будет решаться о пожилых родителях. Либо они к вам приедут, либо вы к ним поедете. Или, может, вы захотите их к себе пригласить. Может, кстати говоря, быть и вопрос связан и с детьми. Да, и с детьми. В том числе и со взрослыми детьми. Вот такие дела. Ну что ж, идем дальше. Отношения, у кого есть партнер. Ну, смотрите, девочки. Здесь у вас выпала шестерка мечей. С одной стороны, мне вроде бы, как и вас порадовать нечем. Но, 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 но. Рулить-то будете вы. Да, рулить будете вы. Не забывайте, четверка жезлов выпала. Поэтому, кто-то из вас, возможно, будет регулировать отношения. Или даже, я бы сказала, не регулировать, а изменять их в своих интересах. Не исключены, кстати, разрывы. Или наказание партнера одиночеством. Вот так бы я бы выразилась. То есть, ах так, ну что ж, давай поживем отдельно. Подумаем, стоит ли нам дальше жить. Вот почему такая идет информация, дорогие мои. Ну, это, конечно, может не у всех. Может, знаете, кто-то, может, подумает только об этом. Не доходя, не доходя даже, как говорится, до действий. Ну, вот придет такая мысль, посмотрит, посмотрит на своего партнера. Скажет, так, ну что-то тут надо менять. Ох, менять, менять надо. Да, что-то он у меня распустился. Вот. Надо, однако, его прибирать к рукам. И вот этот мыслительный процесс, анализ, анализ отношений с партнером, он может даже вас и привести к тому, что может поменять его на другого. Особенно, особенно, если у кого есть уже на стороне поклонник, то тут, как говорится, вполне, вполне такой вариант, такой, вернее, не вариант, а анализ, кто из них лучше, остаться или уйти, может вполне происходить. Ну, у кого хорошо, ну что ж, прекрасно, вполне, даже замечательно, вполне возможно, знаете, вам просто предстоит какая-то совместная поездка. Куда-то или к кому-то. Вот. Шестерка мечей, она еще, как говорится, показывает иногда дорогу. Даже, знаете, может быть вынужденную дорогу, что вот, ну, надо уже туда съездить. Зачем, почему, это у каждого свое, ну, просто вот уже надо. Что касается свободных, Скорпионж, ну, что ж тут у нас, богини мои, сила выпала, да? Сила, сила. Все в ваших руках. И если в апреле кому-то попадется товарищ, устраивающий вас, ну, думаю, что шансов у него на спасение нет. Вот так бы я сказала. Он будет ваш. И вы приложите всю свою харизму, всю свою вот эту внутреннюю, всю, вернее так, свой внутренний бешеный магнетизм. Вот, я бы сказала. И он будет ваш. Главное, чтобы он появился. И вполне возможно, что вы выйдите на охоту. Выйдите, выйдите. Захочется вам, как говорится, вздрогнуть. Расправить перышки и вперед испеснить. Ну, что ж, удачи. Так, что уйдет? Что уйдет в этом месяце? Выпала карта влюбленная. Угу, угу. Угу. Ну, вот, знаете что? Конечно, карта влюбленная в первую очередь, конечно, говорит о каком-то выборе. О каком-то серьезном выборе, с одной стороны. Потому что все-таки старший аркан. Ну, что это может быть? Это может вполне касаться всех сфер. Согласитесь. Что здесь у вас намечается? Какая-то такая легкая войнушка. Или занятие новых позиций. Или отстаивание своего места под солнцем. Тут, как говорится, разные варианты. Что в финансовой сфере у вас? Колесо фортуны выпало. То есть, события тоже могут вас заставить. Поставить, вернее, перед выбором. Ну, и в домашних делах тут тоже идет, как говорится, какая-то такая выборная. Выборные обстоятельства идут. Вот. Поэтому вполне возможно будет стоять перед вами момент какого-то выбора. Но вы его сделаете. И, как говорится, на этом и закончится. Что придет? Умеренность. Умеренность. Наконец-то наступит гармония в вашем сердце, в вашем уме, в ваших отношениях. То есть, вы приведете все в порядок и скажете себе. Ну, а теперь можно успокоиться. Можно успокоиться. Вот знаете, что еще может быть? Может быть, кому-то придется пойти на компромисс. Не знаю, в каких вопросах. Но может ситуация так сложиться, что другого выхода не будет просто. Придется принять золотую середину, что вроде бы и не совсем все себе. Но хотя бы часть я себе оставлю. Ну, а теперь самое главное, лапочки. Богини мои, у вас выпал дьявол. Оракул. Оракул затмения. Почему-то решил вам выдать эту карту. И вот мне такое ощущение идет, что как бы Оракул говорит, девочки, богини мои. С одной стороны, будьте осторожны. Следите за своими желаниями. Следите за своими хотелочками. Они могут быть чреваты. Следите за своими отношениями. Особенно, если отношения связаны с какими-то рисковыми деловыми вопросами. Или отношения, связанные с любовью на стороне. Или отношения с человеком, который вам чем-то подозрителен. Вот в частности, я имею в виду свободных скорпионов. То есть, как бы идет предостережение. И в то же время дьявол, как бы говорит, грядут времена сильной одержимости чего-то. Может быть, даже, знаете, времена, когда есть риск попасть в очень большую зависимость. Ну, я все-таки думаю, скорее всего, дело тут не в зависимости, нет. А вот именно в одержимости. Чего-то будет так сильно хотеться. Это может быть и по работе. Это может быть денег хотеться. А может быть и хотеться страсти. Так вот бешеные, всепоглощающие любви. Так что, я вам советую, знаете что? Вот посмотрите на эту карту. Вот какие у вас идут ощущения. Что вам первая, какая мысль от этого дьявола? Вот какая она, что конкретно для вас? И я думаю, это будет самое верное. Вот такой расклад получился, дорогие мои. Дорогие мои скопионши. Мне остается пожелать только вам здоровья, любви. Чтобы у вас все получилось. Чтобы все, как говорится, сбылось. И вообще, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok